В Чебоксарах может появиться самый большой в мире фонтан. Возможность строительства нового объекта обсудили в администрации города Чебоксары. В Чувашию приехали представители двух предприятий-партнеров, которые строят фонтаны по всему миру. В столице Чувашии представлен еще один проект благоустройства набережной города. В рамках подготовки к 550-летию Чебоксар будет реконструирована Красная площадь и залив. Как и испанский архитектор Хосе Сибири, который предложил создать на водной глади серию из 121 фонтана, английский разработчик также выступает за такой комплекс. Новый главе проекта ставит строительство самого крупного фонтана в мире. Для нас залив – это не только эстетика и красота с точки зрения фонтана. Для нас это максимальное понимание того ресурса с точки зрения туристической привлекательности, экономического развития города Чебоксары и уникальность рукотворного залива в его дальнейшем развитии. Безусловно, это ресурс для развития как города Чебоксары, экономики города Чебоксары, в целом, так и столицы Чувашской республики. Самый большой в мире мультимедийный фонтан длиной в 300 метров стал темой обсуждения использования жемчужины нашего города – залива. «Наша идея состоит в том, чтобы построить мультимедийный фонтан. Составные части фонтана могут быть фейерверки, огонь, лазерное шоу, вода, проекции, свет, иллюминация и другие специфические решения. Мы предлагаем фонтан, который будет представлять разные возможности для того, чтобы работать ежедневно в определенные сезоны, постоянно, и, кроме того, будет иметь возможность демонстрации специфических эффектов для праздников». Проектировщики предлагают создать плавающий фонтан, который будет перемещаться по акватории залива. Здесь на помощь архитекторам может прийти и промышленность. Предприятие столицы республики наверняка в состоянии разработать программное обеспечение для такого комплекса. Вызвало интерес и идея с размещением эффектных картин на водных экранах, ровно как и создание коробочки сокровищ с психологическим эффектом границы из зеленых насаждений. А архитектор Сергей Лукьянов, в свою очередь, поделился идеей создания зимних фонтанов. «Я думаю, что это очень интересно и тоже возможно. Те же самые огненные какие-то там лазерные дела, да, и вот это снеговые пушки какие-то. Я думаю, что в зимний период, если у нас появится фонтанное дело, это вообще удивит, может быть, весь мир даже». Представители администрации заинтересовались проектом. Вопрос цены пока не обсуждается, но чебоксарским властям хочется сделать город более привлекательным, в какую сумму бы это ни встало. Более того, Алла Салаева отметила, что реализация этого проекта могла бы вызвать огромные интересы у гостей города, способствовать развитию туризма и стать хорошим подарком чебоксарам к 550-летию. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.